Календарь автомобильной истории Сегодня вспоминаем какие события из истории автотранспорта, автомобилестроения и всего что с этим связано происходили много лет назад, но может быть и совсем недавно. Итак сегодня вспоминаем события 14 июня. 14 июня 1865 года в Кунео в Италии родился Джованни Чайрано. Итальянский предприниматель, один из четырех братьев Джованни Батиста, Джованни, Матео и Эрнеста, пионеров итальянской автомобильной промышленности. Основатель автостроительных предприятий. В 1903 году он пришел на работу к старшему брату Фрателли Цирана и Компани, братья Чайрано. В 1906 году Джованни создает фирму Скат, соседа Цирана автомобилей Торинов в городе Турине. Во время Первой мировой войны фирма выпускает авиационные двигатели. В 1917 году Чайрано продал фирму и в 19-м году вместе со своим сыном Эрнеста открывает новую фирму фабрика автомобилей Чайрано, которая выпускает автомобили на базе разработок Скат. В 1924 году Джованни продает и эту фирму, покупает свою бывшую фирму Скат, где производит новые модели автомобилей и грузовиков. Джованни Чайрано входил в состав правления компании до 1931 года. В 1934 году он опять вместе с сыном Эрнеста приобретает завод, на котором они выпускают запасные части для автомобилей. В 1945 году Джованни Чайрано отходит от дел, уйдя на заслуженный отдых. 14 июня 1894 года в Праге родился Павел Бенеш, чешский авиаконструктор, основатель, точнее сооснователь совместно с Милославом Гайном, авиа-ашок Лейланд Моторс, позже главный конструктор одной из крупнейших машиностроительных компаний Чехословакии. 14 июня 1900 года прошли первые гонки на приз Гордон Банетта на маршруте Париж-Лион длиной 569 километров. Из пяти участников, трех французских Панар-Львасор, американского Винтон и бельгийского Снок Болит, дистанцию закончили только два француза. Шарон со средней скоростью 62 с копеечком километра в час и отставший от него почти на полтора часа Жерардо. 14 июня 1904 года в Барселоне была основана фирма по производству автомобилей La Espana Suiza, фабрика de automobiles S.A. 14 июня 1925 года в Мангейме, что в Германии, родился Дэвид Эрнест Батч, британский дизайнер автомобилей. Карьеру начинал в Бостин Мотор Компани, а в 1954 году перешел в Ровер Компани в Соли Халли, став первым стилистом компании. В 1982 году Дэвид Батч создал свою собственную дизайнерскую компанию David Batch Associates. 14 июня 1936 года состоялась премьера BMW 328 на гонке в Нюрбургринге. Многие специалисты считают этот автомобиль лучшим за всю историю марки. Основу шасси BMW 328 составляла стальная А-образная рама, к которой крепился деревянный каркас. К этому каркасу прикручивались металлические панели. При снаряженной массе в 780 кг двухместный родстер разгонялся до сотни за 9,5 секунд, а максимальная скорость составляла 155 км в час. На BMW 328 впервые появились ноздри радиаторной решетки, ставшие впоследствии отличительным признаком всех баварских автомобилей. В первой же своей гонке BMW 328 подтвердил рекламный слоган компании, позиционировавшей его как победоносный германский спортмобиль, а затем продолжил победное шествие на протяжении всех предвоенных лет. В общей сложности была 141 победа из 172 стартов. 14 июня 1960 года внук Генри Форда, Генри Форд II, покинул пост президента Ford Motor Company. Впервые у руля компании встает человек, не принадлежавший к семье Форда. Впрочем, Генри II оставался председателем правления семейной фирмы до самой своей смерти в 1987 году. 14 июня 1961 года в ГДР на заводе Web Barcass-Werke в Карлмарштадте, сейчас город Хемниц, выпущена первая серийная партия автомобилей Barcass B1000. Коммерческий автомобиль Barcass – многоцелевой грузовой автомобиль грузоподъемностью 1 тонна, способный передвигаться скоростью 100 км в час. Последний Barcass сошел с конвейера 10 апреля 1991 года. 14 июня 1967 года основана компания Ford of Europe, которая будет производить и продавать автомобили американской марки в странах Европы и Африки. В России представительство компании откроется лишь в 1996 году, после 6 лет работы на рынке страны. Однако уже в июле 2002 года во Вселужске официально откроется сборочный завод Ford. В этот день в 1979 году принято решение об изготовлении силами Минздрава полугусеничного санитарного автомобиля BVSM-80. 14 июня 2011 года калининградский завод «Автотор» выпустил 50-тысячный автомобиль марки BMW. Юбилейным автомобилем стал белый кроссовер BMW X3. 14 июня 2012 года на международной выставке игрушек в Токио Toyota представила игрушечный автомобиль под названием «Комат». Этот автомобиль создан специально для детей и их родителей. Он позволяет ребенку освоить навыки вождения под присмотром взрослых. «Комат» имеет три кресла. Переднее для ребенка, два задних для родителей. Ребенку предоставляется возможность самостоятельно управлять автомобилем. Взрослый может помогать ему вращать руль и тормозить. Электромобиль имеет длину 2,7 метра, ширину 1,30 метра, а высоту 1,2 метра. Максимальная скорость передвижения «Комат» составляет 40 км в час. Автомобиль, конечно, не предназначен для езды по дорогам общего пользования, однако на «Комат» можно ездить, например, на картодроме. 14 июня 2013 года с конвейера завода в городе Вольсбург, где расположенный головной офис и самый первый завод концерна «Фольксваген», сошел 30-миллионный автомобиль семейства «Гольф». Первый «Фольксваген Гольф» первого поколения был выпущен еще в начале 1974 года. 30-миллионным юбиляром выпало стать автомобилю версии Blue Motion с дизельным двигателем объемом 1,9 литра, мощностью 110 л.с., потребляющим всего 3,2 литра дистоплива на 100 км пробега. Ну а на сегодня все. Завтра ждет нас новый день и новая серия проекта «Календарь автомобильной истории». Каждый день ровно в 20.00 на нашем YouTube-канале смотрите свежий выпуск «Календаря». Оставайтесь с нами. Напомню, что удобнее будет следить за выходом новых серий, если подпишетесь на канал «Техноенот» на YouTube. Делитесь, пожалуйста, своими впечатлениями и воспоминаниями в комментариях к видео. Будет очень здорово, если поделитесь нашим видео в социальных сетях или просто расскажете о нас своим друзьям. Спасибо за просмотр. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok